Буквально через 5 лет из Чувашии до Москвы можно будет добраться почти за 3 часа. И все благодаря высокоскоростной магистрали, которая появится уже в 2018 году. О том, как реализуется проект Москва-Казань, сегодня обсудили на экономическом совете при главе Чувашии. 1 триллион 68 миллиардов рублей – такова стоимость проекта высокоскоростной магистрали. Цена вопроса на территории нашей республики – 138 миллиардов рублей. Новая трасса протяженностью 118 километров пройдет с северной стороны города Ядрин и не затронет городские кварталы. Управлением Росреестров в Чувашской республике представлен обновленный перечень объектов недвижимости, которые могут оказаться в границах строительства к скоростной магистрали. Перечень содержит сведения о 1879 земельных участках. Из них на территории Маринско-Пасадского района 70 участков, Маргаушского района 518, Чебоксарского района 1163. Ядринского района 124 и 4 многоконтурных участка, а также сведения о 33 объектах недвижимости. В настоящее время на территории Чувашской республики ведутся работы по инженерно-геодозическим изысканиям, а также по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под размещение трассы ВСМ. Станция Чебоксара ВСМ будет расположена вблизи населенного пункта Шинерпосе Чебоксарского района, так как на этом участке широко развита сеть автомобильных дорог. В настоящее время проектные организации прорабатывают конструктивное решение мостового перехода через реку Сура, после чего будет рассмотрен вопрос размещения станции Полянки ВСМ ориентировочно на 570-м километре трассы. Электротехнические предприятия Чувашия желают быть полезны своей республике и тоже хотят приложить руку к строительству высокоскоростной магистрали. Первый знаковый проект в нашем предприятии – это мегапроцессная система автоблокировки с тональными рельсами цепями и центральным размещением аппаратуры в шкафном варианте. Данный проект должен значительно разгрузить транспортную инфраструктуру мегаполиса. Реализация проекта на территории республики на этапе строительства позволит создать около 5600 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации более 680 рабочих мест.